Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Готовы ли вареники? Начинаю пробовать Существую, какие-то они деревянненькие Получаются В общем, никогда, пожалуйста, нет Яйцам в варениках, прошу вас, потому что Тогда они будут деревянные Но яйца Надо кефир Заменяем кефир Куда? Суп Сюда Тогда руку уберите, а то не дай бог Анна, вы знаете Наливайте Как много нужно кефира? А сколько вы съедаете вареников за один раз? Ну, знаете, давайте сделаем так, чтобы... Ну, что вы торгуетесь, Анна? Сделайте много Сколько вешать в рамах? С запасом С запасом Подсказывает вам женщина Из запаса военно-борских сил Я думаю, этого достаточно Десять вареников, да? Я думаю, что, судя по тому, что сколько теста вы испортите, наливайте еще Испорчу я даже в тесто вы полагаете? Однозначно Потому что вы же будете лепить Ах, вот оно что! Нет, самое главное Все, достаточно Достаточно У вас больше и нет Почти Самое главное вообще в готовке вареников Это сплочение семьи, на самом деле Сплочение семьи Что означает сплочение семьи? Расскажите нам Ну, например, когда все Отмалдывали, как мы готовим Значит, у меня собирается вся моя многочисленная семья Моя малышка-дочка Которая принимает непосредственное участие в этом деле И, значит, мы садимся Все обсыпаемся Раскатываем тесто Все в муке И начинаем лепить эти вареники Каждый склад туда Все, что хочет Очень здорово Давайте, приступайте Вам, как молодому отцу, нужно, наверное, это знать Да Сколько нужно сыпать, Анна? Сыпьте Сыпьте Как вы это делаете? Вы много лет работаете в этой программе уже, да? Анна, да Вы еще в школу ходили, как я в эту программу ходил в школу Да, а вы должны сейчас сказать А я воспитывался на вашей музыке Анна, еще? Еще А сколько нужно? Нам же нужно, чтобы рецепт Если вы мне дадите ложку, я буду это все замешивать И вам сразу... Конечно, пожалуйста, Анна Вы можете взять ложку На самом деле, нам нужно все это, естественно, из этого, чтобы было тесто Тесто пока тут не светит, поэтому насыпайте Еще надо немножечко соли и немножечко сахара, как на любителя А на профессионала? На профессионала где-то 25 грамм соли и 36 миллиграмм сахара Жидкий сахар нам потребуется Растворить его в воде Еще, еще давайте Еще надо соли Да, много-много, да? Вам не жалко? Если честно, уже начинает становиться жалко, Анна Но я пока держусь Еще, еще давайте А вы почему вы как украли? Вы можете полностью? Анна, вы прям в корень зрите На четверть Еще, еще, еще Помните, прибежал весь белый и испуганный Это я на элеваторе воровал И что, украл? Муку? Что, украл на элеваторе? Муку, правильно Да Элеваторе Да уж А я как-то украла муку, скажу вам честно Серьезно? А что вынудило вас? Простая детская непосредственность Когда ты приходишь в магазин и смотришь А-а-а, большой магазин поперек Сонька золотая ручка тоже объясняла Все простое детское непосредственность Еще давайте Ну что же вы просто посмотрите Видите, это очень мало Еще, еще, еще давайте Так Давайте, давайте И еще надо? Еще надо, надо, надо А не получится ли это такой один большой колобок? Вы знаете, это наша цель Наша цель колобок? Да Я думаю, что это где-то еще две, я думаю И вы начнете уже носить тесто Вот так, да? Да Прекрасно Теперь давайте сюда немножечко муки Вернее, немножечко Сейчас мы, сейчас, вот должны У нас еще мука есть? А, ну у нас есть все Правда? Вы видели цистерну кефира? И два самосвала муки? Мне уже начинает тяжело остановиться и умесить Это знак того, что тесто норма Нет, мне кажется, что для того, чтобы вам было легче Я думаю, что еще Еще муки Давайте Потому что вы не столкнулись с препятствием Мне сказали Эээ, не буду эти вареники лепить Давайте Откуда, вот вы, вас кто научил это делать? Не знаю, я мне, я как-то сама, ну, как-то сама научилась Мне кажется, научить готовить, это, ну, невозможно Возможно научить водить машину Либо ты умеешь и нормально это делаешь, либо нет Большинство аварий происходит по причине того, что не все до конца понимают Вот, главное понять, умеешь ты готовить или нет Сегодня мы все поймем А мне кажется, что благодаря нашей программе, Анна, и даже благодаря вашему рецепту Очень многие вдруг поймут, что они умеют готовить Да? Ну, это же замечательно Потому что это уже можно есть А почему я мешаю, а не вы? Иван, это мужское занятие Можно я что-то посыплю? Давайте, я сейчас с удовольствием это буду делать Вам нужно... Как нужно это? Ой-ой-ой-ой Самое главное, как? Это с любовью Потому что любое тесто получается вкусным, если вы готовите с любовью Любовью к тесту, любовью к передаче, любовью к зрителям А на каком этапе, дорогая Анна, мы будем добавлять соль и... На том, который был здесь Да, правда? Ну, сейчас, конечно, это уже поздно И я могу, конечно, как бы обойтись без этого То есть будет без соли, без сахара? Да Друзья, ну вы когда будете готовить, вы помните о том, что можно, в принципе, добавлять соль и сахар? Ну, это не любите Например, некоторые люди совершенно не едят соли А вот у вас есть, вот вы так замечательно выглядите Вы, я убежден, следите за здоровьем, за фигурой, безусловно Вы, кстати, не одна, кто следит за вашей фигурой, Анна Да? Скажите, а вот есть ли какие-то у вас вот такие рецепты, знаете, ну, рецепты красоты, рецепты того, как хорошо выглядеть? Мы всегда этими рецептами делимся здесь Да? Да А есть на два ведра меньше подходят? Понимаете, как говорят? Просто нужно, мне кажется, поменьше вредностей всяких и попозже полезности Ну, а вы скажите, что для вас вредности, а что для вас полезности? Потому что разные иногда бывают списки Вредности это, например, такое пережаренное, что-то такое невкусное А полезности это всякие овощи Ну, на самом деле, очень просто Я очень люблю дышать и ходить и бегать на дорожке или в лесу И все, что ты не съел, можешь съесть все, что ты хочешь, что тебе главное получить удовольствие Вы одеваешься и бежишь и все То есть вы правда бегаете, а где вы в Москве бегаете? В Москве же вот не так много мест, где можно в лесу по дорожке побегать Ну, я думаю, кто ищет, то всегда можно бегать по району, можно бегать Но это же не можно По районам бегать, думаете? Главное, не по тем, которым мы говорим Главное, не салтываться с другими людьми из других районов Потому что обычно это... Можно на границе районов Дело в том, что я живу в Киеве, там как-то больше... Друзья, так вы постоянно в Киеве в церкви проживаете? Я уже не знаю, где я проживаю То в Киеве, то в Москве, но бегаю регулярно И если не получается в зале, то просто... Просто иногда из Киева в Москве Бегу Анна, посмотрите Ну, я не знаю, какой должна консистенция быть это тесто? Можете потрогать? Пожалуйста Еще чуть-чуть, потому что оно прилипает к вашему руку Еще чуть-чуть муки? Да, еще муки давайте Хотите, я вам помогу? Ну, Анна, ну подождите, я же должен это сделать Вы-то это делали тысячу раз, миллионы Да Еще, я помню, что вы говорили актрису, певицу Я уже не помню Да, сейчас осталось... Говорили, да, ну, конечно, говорили, Анна Но вы же актриса, певица Вы же закончили высшее учебное заведение по профессии актер и телеведущей Да, есть такая... Актер и ведущий телеведущий Факт моей биографии Да, ну, я уже как бы с первого курса пыталась работать как-то И мне нужно было искать... А где вы работали? Искать работу непосредственно Ну, практикалась, проходила какие-то... Сначала помню Проходила какие-то маленькие кастинги Где надо было просто вот как здесь, там, не знаю Внести какую-то мисочку с чем-нибудь Заносила потихонечку Начала, потом работала на музыкальном канале В первом вела какие-то программы Потом по-разному Работала ночью в клубе даже ведущей Да! Давайте все Еще создавать сегодня факт моей биографии Ваш какой-то прекрасный факт вашей биографии Анна, вот посмотрите Я вот не очень понимаю Все правильно я делаю? Давайте я Какие блюда еще, Анна, вы готовите, кроме вареников? Можно я подделаю? Вот прям вот так вот Ну, потому что... Так с этого надо было начинать, Ата Как я идиот Еще муки, еще муки Вылили бы туда кефиру И все Ладно, вы меня удивляете, право Нет, уже движение летнее Уже все хорошо у нас с этим тестом Уже разделяем? Разделяем Ну, потому что мы целое не раскатаем так А вот это... Вот Теперь мы будем его раскатывать Подождите, но нам нужно... Не переживайте, вы свое будете раскатывать? Или одно вместе будем раскатывать? Давайте мы попробуем хоть что-нибудь раскатать, Анна Вот это вот Предлагаю Вот это мы будем раскатывать, пожалуйста Значит, тогда вот это я пока временно откладываю, правильно? А, могли бы вы... А, нет, могли бы вы Чтобы Засучить вам рукав? Да Я это сделаю лучше, чем вы, конечно, Анна Прошу вас Сравните, я недавно мыли руки Отбирать Сравните, я недавно мыли руки Анна Да Смотрите, что у нас получилось Мы находимся на этапе приготовления теста Мы уже его замесили Сейчас мы будем его раскатывать, правильно? Угу Пока это тесто напоминает собой фрагмент картины Куинжи «Лунная ночь над Днепром» Ну что? Напоминает? Да Ну, в общем, на одну секунду Я вас покину, Анна Для того, чтобы вы смогли насладиться творчеством Куинжи О, благодарю вас и вам А я, друзья, хочу сообщить вам, что у нас сейчас короткая реклама После которой мы вернемся Вы знаете, что первоначальная знаменитая трагедия Александра Сергеевича Пушкина Называлась «Моцарелла и салями» Если я заболею С удовольствием буду лечиться Юрий Висбор – «Настойка боярышника» Дорогие друзья, с вами на Первом канале Мы продолжаем У нас в гостях сегодня Анна Седакова Телеведущая Актриса Певица Кулинар И по совместительству еще Сейчас Гости программы «Смак» Вы это хотели услышать? Да, здесь слабо Анна Ну что у нас получается? Да, скалка уже с водой Как тонко нам нужно раскатать тесто, Анна? Может быть, настолько тонко? Вот настолько тонко вы решили? Давайте я попробую, смотрите Только не тоньше, я вас, пожалуйста Не надо тоньше, да? Нет, тоньше не надо А почему? Развальться? Конечно Вам же нужно... Да, не надо Уже прямо, да? Да, уже все Да вы что? Ну не раскатывайся Ну смотрите, она толстая Анна, ну вы едите Вот такое вот тесто Ну конечно, я же заворачивала Вот столько клубники Как будто прусский солдат Прижался ко мне с чехой Извините Да ничего, Анна, о чем вы говорите? Истеричка у Анны Седаковой, друзья В программе «Смак» Анна, ну тогда команда Я уже готова Значит, если бы вы готовили, судя по тому, сколько муки Готовите вы? Тогда мне нужно чуть толще, толще тесто Потому что я скалываю очень много клубники И очень много вишни Кстати, о клубнике Да Анна, смотрите, какую клубнику мы хотим вам сегодня предложить Такая аппетитная О-о-о Понимаете? Сами выращивали Да, это единственная клубника в мире, которая растет на деревьях Мы вот так вот ее вот Вот держите, держите Так, знаете, нужно подойти просто Раз, все И вот так вот мы собираем здесь У нас здесь в мельниках растет Здесь у нас на деревьях Давайте же Приступаем к интереснейшему процессу Под названием Какой стаканчик выбираете? Процесс, какой стаканчик выбираете? Анна, я вдруг заметил, что у вас обезьянка торчит из-под фартука Да, это мой друг Это ваш друг? Вы не могли бы сказать своему другу, чтобы он... Мы все вместе сегодня взошли Чтобы что? Естественникам звали орган доброга и смак Просто не часто увидишь обезьянку, торчающую из-под фартука у человека, который приходит к тебе в программу смак Ну что же, Анна, я выбираю стаканчик Вот этот Вот этот, да логично И начинаем Начали, что? Раз Два Три Шаг Четыре Пять Анна, а что это за... Вы как таракана ловите, знаете Я вот сюда аккуратненько, а то вы тесто расходите неэкономно Знаете, вот Боже, как же с вами жить? Вы такой экономный А не надо задаваться вопросом, как со мной жить, Анна Подождите Подождите, Анна, смотрите, что получилось интересное Вот, заметьте, у меня красивенькие вышли, а у вас какие-то немножко... Так, нам необходима досточка, есть ли у вас досточка? Досточка Имеется досточка Я думала, поставила вам каверзное задание, а вы все равно всем сказали Я вишневую косточку положу на досточку Анна, у нас досточка из пластика сделана Не устраивает вас? Шутка Как я люблю этот юмор Женский юмор Женский юмор Женский юмор, это кажется, тут особенно, согласна Так, давайте Анна, а вы как относитесь к юмору? Ну, когда кто-то смешно, шутит хорошо, когда нет юмора Ну, вот вы сейчас, извините меня, блещете, блистаете В программе, в шоу «Две звезды» Ваш партнер Вадим Галыгин, один из самых смешных и остроумных людей мира Однозначно Такой уровень юмора вас устраивает, Анна? Он очень органичен в своих шутках То есть есть люди, которые приходят, я встречалась с известными личностями, которые шутят с заготовленными шутками, форматами А почему бы нам не перечислить этих людей, чтобы испортить им настроение в самом начале выходных? Я дальше досмотреть нашу программу до конца, и тогда мы оболим все грязью Не переключайте Нет Переключайте Нет, он... Подождите, подождите, смотрите, что... Подождите, подождите, Анна, подождите, подождите, подождите обратно Смотрите, как я... У него очень позитивный юмор Смотрите, что я хотел предложить, смотрите, Анна Да Нам нужно немножко слегка посыпать это Смотрите, смотрите О, какая волшебная штучка. Ну, можно называть это и объяснять это волшебством. Могли бы складывать эти прекрасные кругляшки. Вот прямо так вот, да? Да, но желательно не друг на дружку, а аккуратненько. Аккуратненько. Потому что блины для лилипутов готовы. Слушай, ну зато все добрые. Кто полненькие, все добрые. А кто... А бывают худые, такие злые. А бывают худые, добрые, конечно. Я сейчас... Интересный рассказ, Анна. Я прослушал ваше исполнение. Бывают худые, злые, а бывают худые, добрые. Ну, я точно знаю, что которые люди пополнее, они все-таки добрее. То есть вы верите в эту языческую притчу, да? Я, да. Знаете, все остальное прилипло, поэтому нам не требуется еще раз. Еще раз нам раскатать тесто. Давайте это сделаем. Да, только давайте я сделаю это так. Ну-ка, как это вы сейчас делаете? Раз, 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 Анна. Чудеса, да, Анна? Класс, смотрите, вы пока держите, я сделаю так. Оп. Оп. Давайте. Но тем не менее, я какой-то вперед, да? Вот приятный, да? Спокойно, Анна. Все, достаточно. Ну все, Анна, успокойтесь, пожалуйста. Часто у вас случаются истерики у гостей? Нет. Скажите, пожалуйста, вот вы, ну что скрывать, все-таки мы вас, жители России, потому что жители Украины-то вас узнали в основной своей массе, когда вы появились как ведущие музыкального канала, правда же? А мы, жители дальних уголков России, узнали вас, когда, конечно, вы на несколько, сколько было лет вашего участия? А, два с половиной года. Два с половиной года. Вы оказались участницей знаменитейшего коллектива, легендарного коллектива «Виагра». Анна, смотрите, ледниковый период, и сколько вообще? Две звезды, да. Каждый раз, притом я антиконкурсный человек, вот если найти человека, который не принимает все законы конкурса, это я, и как меня все время заносит... Достаточно, простите, толщина. А вы не... Толщина? Прилип. Ну, прилип отлипнет, Анна. Да? Поверьте моему опыту. Давайте. Так, раз. Делайте это вместе. Надо еще, наверное, одну, да, дощечку, вот она у нас. Сейчас мы на нее... И у меня вот какой вопрос, Анна. А есть ли какое-то вот такое иногда, знаете, чувство, ну, ностальгии? Вот по тем временам, когда вы... Я... Выходили на сцену, тысячи зрителей стояли около сцены, кричали «Эгэ-гэй! Выходи!» Выходи. Чего поешь? Вот это. Ну, я различаю. Слава Богу, что жизнь сложилась так, что спустя три года, после того, как я породила малышку, вернулась, и последние полгода уже у меня есть возможность опять выходить и опять видеть зрителей своего. Так, Анна, посмотрите, сколько у нас уже варенчиков. Достаточно, давайте. Хотите еще? Давайте еще одну. Да, я думаю... Здравствуйте, чего нам? Чего нам тут? Сколько у вас росточек? Тогда давайте еще раз раскатывайте. Или это тоже тесто, это оно обижается, лежит на нос. Давайте это возьмем. Тесто, вы полагаете, что оно обижается? Да, оно. Смотри, я считаю, что да, обижается. Ну, в принципе, да. Видно по нему, оно прям обиделось. На вас. Тесто обиделось. Смешно. Часто тесто, кстати, может обидеться и уйти. Обидеть. Лучше оскорбиться. Будет невкусно. Давай. В общем, это, конечно, здорово, когда ты выходишь, все знают, и скучаю иногда по этому. Скучаю, типа, вот сейчас петь-то получается реже, чем присутствовать в каких-то телевизионных передачах в качестве ведущей или в качестве участницы. Правда? Потому что, ну, по сути своей, наверное, вы правы, хотя не хочется говорить об этом, потому что петь одно и очень тяжело. Легко, когда тебе приносят утром песню, и ты понимаешь, что нельзя даже... Что? Я смотрю просто на портрет Суворова. В трудную минуту он помогает мне, Александр Васильевич. Да уж. Перейти через Альпы трудного разговора. У нас как-то загрустный пошел разговор. Почему грустный разговор? У нас очень весело. Расскажите лучше, как вы узнали про шоу «Две звезды» и долго ли вы думали, прежде чем согласиться, принять в нем участие? После проекта «Лениковый период» я сказала себе, что «never, never ever again». Вы поняли, что вы сказали? Никогда. Я нормально, кстати. Speaking much. Так. И, значит, я сказала, что никогда, потому что для того, чтобы участвовать в конкурсе, любых конкурсах, нужно вот такую, имейте, вот такую толстую кожу, вот такую вот, наверное, вот такую вот. Абсолютно не реагировать ни на какие замечания, ни на какие, то есть быть просто и уперто идти к своей цели. И понимать, что, а я же, еще давайте немножечко, ну, вас же прилипнет, не жалейте. Пожалеете, сейчас экономите 30 грамм, а потом все... А потом устроили какое-то бурю в пустыне здесь. Что происходит? Так, и что? Ну, в общем-то, я сказала, что никогда, потому что я после этого до сих пор боюсь выходить на сцену. Вот так у меня начинается предусмотрение, вот такой мандраж, потому что очень было страшно выходить непосредственно на... На ледниковый билет? На очень тяжелый билет. Правда, да? Ты тренируешься неделю, каждый день там по 6 часов. А у вас были падения, какие-то травмы? Если бы вы тогда видели мои коленки, потому что они были синие, все. А это было, это очень больно, когда тебя постоянно... И там лед. Там лед. Холод же еще. Холод. Я правильно понимаю? Постоянно. А вы из южной теплой страны. Слушайте, как красивое тесто у вас получилось. Класс. Ну, скажите, уже получается, да? На самом деле, главный секрет девочки, милые женщины, когда... Почему вы называете этих солдат девочками? Нет, потому что и среди них есть точно женщины, милые девочки. Всегда, пожалуйста, если ваш мужчина уже что-то начал делать на кухне, пожалуйста, не вмешивайтесь, дайте ему эту возможность. Поэтому, видите, последний раз... Сначала я пыталась что-то помогать, но в последний раз я стояла, молдала... Поэтому, если вы заходите на кухню, а ваш мужчина сидит в компании четырех танцовщиц из Мулен Ружа... Пошло? Из Мюзи Холла. Не мешайте ему. Начал, пускай заканчивает сам. Анна, смотрите, вот у нас уже есть определенное количество заготовок для вареников. Да. Что нам нужно делать дальше? Наверное, и наполнять их начинкой? Безусловно, и выбирать начинку, которая вам по душе. Анна, отпустите тесто, пожалуйста. Отпускаю. А то оно обижается. Я имею в виду другое тесто. Итак, давайте мы тогда, знаете, что сделаем? Мне кажется, это нам поможет. Я возьму большую бутылку воды и выпью. Да, я вам хочу помогу. Раз. Вот. И мы поставим сразу воду, чтобы она у нас была уже. Давайте, уже кипятилась, правильно? Оля Тавана, что-то мне подсказывает, что... Вернее, не подсказывает. О! Нам необходима еще одна дощечка. У вас есть она? Еще одна дощечка? Да, чтобы резать нашу начинку. Анна, нет. Заканчиваем программу, ребята. Мы все использовали. Анна, у нас есть дощечек ровно столько, сколько вам нужно. У меня, знаете, какой вопрос? Да. А вот если мы, например, воду будем солить немножко, это поможет нам компенсировать отсутствие соли в тесте? Я считаю, что, в принципе, если мы готовим сладкие вареники, то зачем нам солить воду? Мне кажется, что это пережитки прошлого. Значит, хорошо. Анна? Можно и без соли. Хотя я всегда добавлю, просто сейчас вы мне заморочили голову, я не добавила. Ах, вот оно, что это произошло. Ну, тогда это многое объясняет. Дорогая Анна, сейчас на какой-то короткий прежиток времени я предлагаю вам следующее. Знаете, поскольку у нас гость занимается исключительно приятными, полезными и такими необременительными делами, я предлагаю вам убрать всю муку, вымыть скалку. А, хорошо, я могу. Вот, подождите, подождите. Вот, сейчас вы... Анна, подождите, не прямо сейчас. А я на секунду вас покину, мы вернемся, вода уже у нас кипит, заготовки для вареников есть, и мы будем делать с вами начинку, договорились? Дорогие друзья, смотрите нас сразу же после короткой рекламы. И вы узнаете, что знаменитый фильм Евгения Ташкова «Приходите завтра» первоначально назывался «Приходите завтракать». Мама. Поповом доме, спит себе на соломе, ест за четверых, работает за семерых, до светла у него все пляшет, лошадь запряжет, полосов спашет, печь затопит, все заготовит, закупит, яичко испечет, да сам и облупит. Из воспоминаний соседей Андрея Макаревича по загорному участку. Дорогие друзья, СМАК на первом канале. У нас в гостях сегодня Анна Седокова, ее друг. Анна. Мой друг. Анна, скажите, это маленькая обезьянка всегда с вами? Знаете, в последнее время, да, это символ... Это символ любви, по-вашему, да? Ну что же. Итак, нам потребуется начинка различная. Значит, вы что выбираете, творожок или клубничку? То есть тогда у нас будет как бы... Значит, у нас есть творог, у нас есть клубника, у нас есть вишня, у нас есть облепиха. Облепиха, это на самом деле раэль в кустах, и пока ее у нас нет. Раэль в кустах, да? Поэтому творожок мы должны посахарить. И хорошо. Приступайте. Посахарить творожок? Да, посахарить. Сколько новых интересных слов. Нет, на самом деле я замечаю за собой, потому что все-таки у меня есть какой-то акцент. Да, конечно, у меня нет такого, знаете, что приехала с Украины, и что видно, что разговариваю на украинском. Но нет, конечно, такого. А, кстати, вот в этом есть какая-то такая милая вещь? Нет, да? Расскажите, значит, как мы? Надо мелко порезать клубнику, да? А мне нужно с сахаром засыпать творожок. Да, просто перемешать, и чтобы он был старый вкусненький. Знаете, как говорят, и с сахаром засыпать. Можете, на самом деле, можете с сахаром, а можете с сахарным пудрой. Это то, что лучше. Слушайте, а было в вашей жизни, Анна, были какие-то моменты, когда вот вы готовили какое-то, не знаю, романтическое блюдо, какое-то... Ну, в последний раз в моей жизни я как раз, самое интересное, что это были вареники. Почему? Когда меня спросили, что я буду готовить, у меня сразу возникло такое желание. Потому что мы лепили как раз варенчики и как раз вишни с клубникой. Это так вкусно. Нереально. Нереально. Вообще, самое главное, чтобы все было с любовью. А остальное что... Я считаю, что и лошадиную голову можно отварить с любовью. Я считаю, что это уже последняя клубничка, потому что больше ему все равно. А остальное можно съесть и не раздать. Давайте раздадим. О, давайте раздадим. Давайте вы мне раздадите, а я вам. Какая вкусная клубника. Вкусная клубника, да? Надо же. Давайте тогда... А вы не будете есть свою клубнику? Давайте я тоже съем. Так же, как вы, как вы это красиво сделали. Позвони мне. Давайте вот прям так, да? Если у вас такая же вкусная вишня, то я от вас не уйду. Не могли бы дать мне ложку. С удовольствием. Пожалуйста, Анна. Прошу вас. Спасибо большое. Значит, у нас есть творожок, перемешанный с сахаром. У нас есть отдельно вишня, перемешанная с сахаром. И у нас есть отдельно клубника, Анна. Сахара можно не жалеть. Не жалеть сахара. Не жалеть. Ну, особенно, когда он чужой. Конечно, чужой. Итак, тоже сахар. Мы уже практически, да. Ну что, мы можем, наверное, уже приступать к лепке. Давайте. Так, ну, с вишенкой берешь. Две ягодки. Так. Главное, чтобы пальчики были в муке. А вы умеете лепить вареньки? Нет. Смотрите. Берите две вишенки. А то вам одна вишенка подойдет. Да. Это очень. Давайте я возьму одно большое, одно очень маленькое. Давайте. Да, ну, может быть, я не знаю, что вы должны. Да, да. И теперь маленькими щепочками. Смотрите. А у вас просто пальчики больше, поэтому у вас немаленькие такие получаются. То есть, тем самым вы лишили Николая Валуева надежды, что он когда-нибудь слепит варенье. Николай Валуев слепит варенье. Так, раз, а потом со стены его собирают. Угадайте, где чей варенье? Да, да, да. Кстати, очень красиво для первой вареньки. Замечательно. Давайте, продолжаем тогда. Итак, уважаемые друзья, пока мы с Анной Седоковой заканчиваем лепить вареньки, я, с вашего позволения, хотел бы напомнить всем, Аня, вы меня поправьте, если я ошибаюсь, в том рецепте, о котором идет речь. Итак, мы берем кефир и смешиваем его с мукой. С мукой. А вот пропорция должна быть такая, чтобы получилось тесто. Правильно? Да. Да вы сами все понимаете. Добавляйте соль. Да. А потом вы делаете начинку. А начинка может быть в вареньках. Самая любая, да? И клубника с сахаром. Или вишня с сахаром. Вот у нас вишню здесь мы взяли, разморозили ее с сахаром, засыпали. Значит, после этого вы, как только вы все это слепили, кладете вареньки в кипящую воду и варите до готовности, пока не всплывут, Аня. Да, абсолютно. Ну, буквально там 3-4 минуточки можно попробовать. Вы сами все понимаете. Сейчас мы должны уже практически готовы наши вареночки приготовить еще самую вкусняшку. Нам потребуется, значит, сметаночка, миксер и... Что добавлять туда нужно? Сахарную пудру. Сахарную пудру? Давайте. Смотрите, раз, я знаю, как это делается. Я, наверное, уже буду доставать сейчас вареньки. Достаньте, пожалуйста, а то они переварятся и разварятся. Все, я достаю уже, да? Давайте, да. Уверенность-то можно? Однозначно. Они уже вот всплыли, вода кипит. Да. Как понять, что они сварились? Во-первых, они все всплывают, и они прямо говорят, достань меня. Просто видно когда. Ну, мне кажется, видно, что они готовы, и все. А сейчас тут как будет вкусно. И еще маленький такой сюрприз. Я хочу рассказать рецепт мега вкусного. Супер вкусного чая и очень полезного. Это всегда весело. Берется облепиха, перемалывается. Мы берем просто черный чай. Берем чайничек. Можно медик или сахар любое. А вот это где мы добавляем? И облепиху сюда. Сюда же? Сюда же. И еще что-то сладенькое. Сахар или мед. Облепиха с медом, да? Угу. И с чаем. Это очень вкусно. Такой получился отварчик, да? Да, да, он очень вкусный. Ну, облепиха, это же очень полезно, Анна. Это очень полезно. Итак, друзья. Прямо сейчас мы представляем вам рецепт вареников от Анны Седоковой. Да. Рецепт мы уже представили. Поэтому, Анна, я желаю вам приятного аппетита под аплодисменты студии. О, пускай это будет вкусно. Слушайте, ну как? Анна, по-моему, вкусно, да? Угу. Да? Угу. А вот с клубникой-то такой вкусный. Угу. А можно есть у вас? Все или нужно оставить? Вы можете есть все, Анна. Я за вашу здоровье выпью чашечку чая с облепихой и медом. На самом деле, надо еще меда. Чтобы сладенький был. Ну или вы любите, если еще сладкий, если чуть-чуть добавить. Я добавлю. А вам добавить? Мне пока не надо, потому что я сейчас, Анна, отправлюсь вам за подарками. О, будут подарки? Меня не подтверждали. Да, Анна, впервые в программе СМАК. Я на секунду легким и веселым Олли Лукои слетаю за призами. Давайте. Мы вручаем вам корзину душистого, ароматного цейлонского чая Акбар. Чай Акбар неиссякаемый источник бодрости, энергии и хорошего настроения. Это еще не все, Анна. Цемирно известный производитель посуды Таппоэр вручает инновационные изделия, кухонные приборы, диско и набор для фондю из нового металлического каталога. С изделиями Таппоэр из металла ваша кухня превратится в праздник. Та-дам! Анна, подождите. Да? Это еще не все, Анна. Еще не все. Мне нужно закончить программу, после которой я заберу у вас половину призов, но подарю вам вареники. Спасибо. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях нашла в своем сложном, невероятно плотном, проучим графики несколько секунд. И была Анна Сиракова. Спасибо. Спасибо огромное, Анна. На секунду я вас покинул. Дорогие друзья, смотрите нас ровно через неделю и вы узнаете, что знаменитая картина Архипа Куинджа «Березовая роща» первоначально называлась «Ребята, вот здесь мангал ставим». До свидания. Аплодисменты. Архипа Куинджа Корректор А. Продолжение следует... Продолжение следует...